Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим прохождение той великолепной игры, как фарингейт. Сейчас вот немножко название, если чё. Что, с вами Маус Репетчип, сегодня постараемся уже до пройти игру, там чуть-чуть осталось. Пишем в чат, общаемся, всё как вчера, в принципе. Спасибо Goodgame за то, что мне разрешили стримить. Вроде всё сказал. Что нас ждёт? Нас ждёт цивилизация Майя. Это раз. Нас ждёт... Нас ждёт охрененная графика по временам 2005 года. Это раз. Во-вторых, экшен, боевые сцены, которые снимали с живыми актёрами. Ну и, соответственно, мистика и очень плохой финал. Опять же, я не могу об этом не напоминать, потому что мне оно просто в своё время взорвало мозг. Это печально. Вот. Ну да ладно. Пожалуй, начнём. Вот наши три основных героя. Лукас Кейн, с которым, если посмотреть предыдущие стримы, произошло нечто странное. То есть он там пережил клиническую смерть, что ли? Немного непонятно. Детектив Карла Валенсия, которая согласилась помогать Лукасу в расследовании странного дела. И Тайлер Майлз, это напарник Карла. Вроде всё сказал. Давай, для разминочки начнём с Тайлера. В настоящий момент почти вся страна осталась без электричества и водоснабжения. Минус 50. Ништяк. Была проведена мобилизация армейских частей, чтобы помочь людям найти убежище и предоставить средства первой необходимости. Но холода парализовали дороги, а из-за ураганов закрылись все аэропорты страны. Учёные по-прежнему не могут объяснить аномальные холода, которые сковали всю планету. Температура продолжает падать во всех странах мира, а власти обдумывают. Ну, мы сделали свою работу. Теперь армия должна сделать всё возможное, чтобы помочь населению. Карла, тебе нужно немного поспать. Ты целых два дня глаз не смыкала. Для этого мне нужно согреться. Кажется, я напоминаю ледышку. Да. Карла, можно мне немного поговорить с тобой по душам? Думаю, или сейчас, или никогда. Мне кажется, что ты скрываешь от меня что-то, связанное с делом Кейна. Я прав? Самого Кейна. А, солкать. Я думаю, тебе лучше во всё это не вмешиваться, Тайлер. Это совсем не похоже на то, что мы предполагали в начале. Или надо было сказать правду? О. Девушка Тайлера. Вот. Нет, я, 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 я как настоящий мужчина постараюсь убежать от обязательств. Пустите. Пустите меня. Вот. Пожалуйста, пустите. Там пришла моя девушка, она хочет разбираться. Нет. Нет. Может быть, сюда? Пожалуйста. Почему вы так жестокий ко мне? Мы бежим от обязательств. Конечно. Как любой мужчина поступает в этой ситуации. Тут вот такой. Камера так наезжает ещё. Трагично. Может, сюда пустят? Нет. Похоже, не выйдет. Похоже, мне придётся с ней поговорить. И вот. Что у тебя за походка, всё-таки, всегда меня удивляло. Привет. Здорово. Сэм. Детка, что ты здесь делаешь? Через час во Флориду отправляется поезд. Вполне возможно, последний. Я поеду на нём, Тайлер. С тобой или без тебя. Если ты меня правда любишь, уволься из полиции. Поезжай со мной. Когда этот холод прекратится, мы заживём новой жизнью. новой нормальной жизни. Пришло время сделать выбор, Тайлер. Я тебя очень сильно люблю, Сэм. Я бы ни за что тебя не отпустил. Тайлер, я так боялась тебя потерять. Соответственно, вот сейчас происходит как раз выбор. Я вернусь через минуту. Из-за которого наш, ну, один из героев, второстепенный герой, о котором я не раз упоминал, выходит из великой игры, Смайя, не знаю, как ещё сказать. Мы скучать не будем. Ты уж извини. Давай, попрощайся с Карлой и езжай в свой... Куда там? В Флориду? Карло, я... Если ты делаешь то, что считаешь верным, ты не можешь ошибаться. Да. Удачи во Флориде, Тайлер. Замечательно. Просто ништяк. А, оп, стоп. Ну, соответственно, это сон, который у нас видит Лукас, как я подозреваю. Вот, где он, соответственно, сможет найти девочку Индиго. Который рождается раз там во много лет. История довольно интересна, пока не достигнет финала. Поэтому... Мы ехали. Ты точно знаешь, что делаешь? Оракул, какой я видел ребёнка. Он может прийти сюда с минуты на минуту, чтобы найти её. Нужно найти её до него. Жди меня здесь. Я скоро вернусь. Опять же, полгода за окном в игре минус 55. Страшно переставить. Страшно переставить. Я должен найти эту девочку, пока её не нашёл Оракул. И начинается тот самый экшен, на котором говорилось и показывалось чаще ранее. Сэр, вам туда нельзя. Если это... Нужно сделать всё быстро. Оракул будет с минуты на минуту. Детская школа для дев... Вот этот вот портрет, значит, нам вот в эту дверь. Если это детская школа для девочек, то... Очень легко сюда пустили. Странного, бледного... Дяди. Вам туда нельзя, Сэр. Опа. Валим, 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 подруга. Я видел тебя в своих видениях. Тебе нужно идти со мной. Нам пора отсюда уходить. Похоже, она не в себе, будто вообще не здесь. Так, окно. Мы можем выйти через окно? Нет, мы не можем выйти через окно. Ладно, как обычно, люди выйдем через дверь. Значит, ты всё ещё жив. Не знаю, как тебе это удалось, но сейчас это не имеет значения. Отдай мне ребёнка, и я подарю тебе быструю смерть. Если ты отдашь её тем, кому служишь, они используют её, чтобы поработить человечество. Тебя это не касается. Ты умрёшь раньше, чем это произойдёт. Отдай мне ребёнка. У меня нет времени с тобой играть. Соответственно, там был выбор по поводу того, что вот, соответственно, либо ребёнок умрёт, либо нет. И сейчас начнётся экшен, ребят, готовьтесь. Я оставлю тебя здесь. Никуда не ходи, хорошо? Я скоро за тобой вернусь. Она какая-то упоротая. Поехали. Сложность норма стоит по причине того, что если поставить самую высокую, то мы много раз бы переигрывали. Фаренгейт. Ещё раз название игры. А, да, я знаю, что написано где впадает. Это по причине того, что я лично менять название канала не могу. Так что уж простите, если я кого-то обманул. К сожалению, игр в поле ФД сейчас интересных и значимых нету. Поэтому мы проходим столь замечательно в старую игру. Блин, как же это эпично всё-таки. Продолжение следует... Серьёзно, какие-то моменты, это очень сильно напоминает матрицу. Причём, не в смысле заговоров там, вселенских, а именно, боевых сцен. Продолжение следует... 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 Ну, это вот, конечно, не очень эпично смотрится. если бы это был фильм то явно они были по проводам по мне так весьма неплохо ребят я происходящее получаю 2 надеюсь что и вы наверно это больно главное вот это легкая небритость на лице у героя мы понимаем то что главный персонаж серьезный как никогда и только моменты когда он слегка не брит то есть понимать депрессия сложные эмоции беги по 1 беги как никогда не бежал сейчас будет наверно один самых эпичных моментов которые я даже помню свое время да он просто бежит по стене это же очевидно сейчас он просто сейчас бог охот а не то он просто запрыгнул в одно из окон как оказывается и сейчас боясь салтики агата от судьбы этого ребенка зависит судьба человечества в последующие десять тысяч лет новая золотая эпоха мир и безопасность или век холода ужаса и смерти выбрав тебя мы сделали правильный выбор вы на чьей стороне агата кто вы на самом деле мы хотим помешать оранжевому клану заполучить ребенка они используют ее чтобы поработить человечество мы хотим спрятать ее в безопасном месте где никто не сможет использовать ее во зло манипулировали вы использовали меня с самого начала ведь так вы манипулировали мной чтобы я нашел вам девочку манипулировали не совсем то слово скажем направляли мы вмешались и защитили тебя мы знали что ты приведешь нас к ней а робозвук штуки сейчас а я знаю что ее не надо давать робозвук по-прежнему все нормально или же есть проблемки я пока на паузу поставлю 1 1 1 прошло нет все прошло спасибо так но вернемся тогда нашей интриги то случилось парке аттракционов я ничего не помню с того момента как обрушились горки я не пережил падение мы нашли твое тело и воскресили тебя по правде говоря почему зачем вы вернули меня к жизни из-за твоей связи с оракулом разумеется ты видишь через пасти смея вместе с ним только ты мог привести нас к ребенку мы хотели чтобы ты принес нам дитя индиго и тебе это удалось теперь мы можем ее надежно спрятать ты успешно выполнил свою миссию отказ нет я вам не доверяю джейд будет со мной лукас ты совершил ужасную ошибку мне придется тебя уничтожить что такое по-прежнему так даже не знаю попробовать перезапустить 1 1 1 1 1 пишите пишите чем больше вы напишите лучше вот можно лично суда странно и сейчас тогда перезапустим быстренько прямо секундочку это займет нам